Добрый день, мистер Бёркнер. Рад приветствовать вас. Сейчас, по понятным причинам, все обсуждают состояние глобальной экономики. Хотелось бы узнать, что вы думаете по этому вопросу? Конечно, сейчас мы переживаем трудный период, но я смотрю с оптимизмом на этот и последующие годы. В настоящий момент все только и говорят о кризисе евро, об уровне задолженности в США и Японии. Также говорят о некотором замедлении темпов роста в странах с переходной экономикой, таких как Китай и Индия. Но я думаю, что если посмотреть на изменения, произошедшие за последние 20 лет, то мы увидим, что произошел колоссальный прогресс и развитие. И нет никаких причин для того, что через 5, 10, 15, 20 лет вас не ждет очередной этап значительного роста. А уровень жизни миллионов людей, даже можно говорить об уровне жизни сотнях миллионов людей, повысится. Естественно, что это не произойдет само собой. Мы должны приложить для этого много усилий. В Европе нам придется пойти на сокращение расходов, так как мы слишком много тратили, особенно в Южной Европе. И эта экономия была болезненной. Но эти улучшения могут и должны наступить. И я думаю, что мы станем свидетелями того, как впоследствии мы станем гораздо сильнее, как общество. Потому что кризис действительно помогает нам решать ключевые проблемы, накопившиеся за последние несколько лет. Я имею в виду огромные субсидии, слишком большие расходы, слабозаметные улучшения производительности труда. Но европейский кризис еще не закончился. Плюс мы стоим перед другими проблемами, которые вы только что сами упомянули. Почему же все-таки вы настроены так оптимистично? Мне кажется, все в наших руках. Совершенно естественно, когда вы сидите в расслабленном состоянии, где-то в стороне, и надеетесь, что все станет лучше, само собой, то ничего такого не произойдет. Но я думаю, что когда люди засучат рукава, когда они начнут работать над повышением производительности в своих компаниях, когда люди будут стараться создавать новые типы бизнеса, когда люди начнут сокращать уровень потребления, который они не могут себе позволить, тогда, я думаю, начнут происходить изменения. А какие конкретные шаги были сделаны? Какие меры смогли улучшить ситуацию? Я думаю, правительства европейских стран достигли договоренности, что нашло отражение в Пакте о финансовой стабильности. Я думаю, что это только начало. Но уже заметно то, что дефициты госбюджетов стали намного уменьшаться. Мы видим плюсы введения мер строгой экономии. Мы также видим значительный рост производительности труда в ряде компаний. Дела у европейских компаний обстоят вполне неплохо. Например, у автомобильных компаний Германии, а также некоторых компаний во Франции и других странах. Другие же компании, которые слишком сосредоточились на местных рынках, поймут, что расширение и выход на международные рынки имеет большое значение для их благосостояния. Они включатся в тот процесс роста, который мы наблюдаем в мировой экономике. Не следует забывать, что Европа — это еще не весь мир. В самой Европе рост в году где-то в пределах 1%, а может даже меньше. Кроме нее есть много других рынков, где темпы роста составляют 5-6, 7, 8, 9 и более процентов. Вы упоминаете Францию и Германию, но говорите, что основные проблемы сейчас в Южной Европе плюс в Ирландии, но это уже отдельная история. Можно ли говорить о возможности существенных структурных изменений в этих странах? Реально ли повышение уровня конкурентоспособности там, чтобы предотвратить распад Европейского Союза и Еврозоны? Сейчас, если я не ошибаюсь, к власти пришли 4 новых правительства. В Греции, Португалии, Испании и Италии. Если говорить об Италии и Испании, то тут мы имеем дело с сильными экономиками. Мощная производственная база в Италии. Думаю, что у нового правительства Италии есть ощущение реальности и понимания того, что необходимо делать. Большая решимость достичь определенных целей. Я думаю, что это имеет большое значение, и нас ждут хорошие перспективы. То же произойдет в Испании. Теперь, что касается Греции, ей придется приложить больше усилий. И здесь совершенно очевидно можно говорить о перспективе выхода Греции из Еврозоны в 2012 году. Только Греции или каких-то еще государств? Я бы сказал, что у Греции, пожалуй, больше всего таких шансов. Другие страны предприняли достаточно серьезные меры, чтобы такое не произошло. Я настроен оптимистично в отношении других стран. Можно ли тогда говорить о том, что самая трудная фаза кризиса суверенного долга подошла к концу? Мы каждый день получаем новую информацию о ходе переговоров в Греции. Я бы не стал говорить, что все худшее позади. Уверен, что еще последуют очень неожиданные известия. Будет еще ряд сюрпризов и в основном негативного характера. Могли бы вы рассказать о других проблемах и рисках, которые, с вашей точки зрения, сейчас важны для глобальной экономики? Риски всегда есть. За последние 20 лет мы привыкли к безмятежному и спокойному плаванию. Конечно же, в этот период бывали отдельные случаи лопавшихся коммерческих пузырей в 2001 году. А потом было 11 сентября, которое провело к кратковременной рецессии. Но в целом это были годы развития и огромного роста во всем мире. И мы уже начали думать, что бизнес-циклы, экономические циклы ушли в прошлое. Но мы продолжаем жить в таких экономических циклах по 3-5-7 лет. И мы должны мириться с этим фактом, а также с тем, что за взлетами наступают потения. Но я считаю, что общая тенденция остается позитивной, и мы должны этим воспользоваться в дальнейшей работе. Спасибо большое за ответы. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.